В театре драмы перечитали Бомарше на свой лад. Теперь главный герой Женибе Фигаро страстный поклонник русского рока. А граф Альмавива распевает песни Александра Серова. И тут уж действительно Фигара тут с мотивами российского шоу-бизнеса и Фигара там с оригинальными текстами 18 века. Как спелись две эпохи, услышала Екатерина Деменчук. В 21 веке Фигаро распевает песни Носкова и, как и положено, персонажа успевает тут и там. Пытаясь угнаться за героем, актер Василий Бичев чуть не разрывается. Перед премьерой у него каждый день безумный. Да и на сцене приходится крутиться, как белка в колесе. По сцене бегаешь, 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 а потом срочно нужно песню спеть, например. Когда у тебя дыхание еще, не можешь отдышаться, а уже надо петь какую-то мягкую такую песню, где все так лирически, все растянуто, а дыхание внутри сердце так вот стучит. Найти вот темпа ритма этот нужно. Такой темп в драмтеатре взяли полтора месяца назад. Женитьбу Фигаро здесь ставят спустя 80 лет. Погулять на свадьбе героя знаменитой комедии Бомарше решил режиссер из Новосибирска. Поучительную историю он осовременил костюмами и песнями Серова. Но таким экспериментом артисты только рады. Ну что хотим, то и творим. Я бы еще и лепса добавила из Стаса Михайлова, чтобы мамы, папы и бабушки, которые приходят, они просто были счастливы. Актеры до сих пор забывают слова и украткой поглядывают в текст. Однако говорят, время, чтобы подучить, еще есть. Да и работать над таким спектаклем и каждой ролью можно бесконечно. Ведь женитьбу Фигаро играют уже более 200 лет и всякий раз по-своему. Премьера спектакля уже через три дня, а в июле ее покажут на сцене Питерского театра во время гастролей. Труппа уверена, зрители полюбят эту новую и очень необычную женитьбу Фигаро. Екатерина Деменчук, Влад Калупаев. Новости 41-го канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова